Здравствуйте, друзья-товарищи, вы на канале Покемоша Лайф. Не электровозами и едиными жив человек, но ещё и автомобилями, по крайней мере, ретро. Вторая часть нашего путешествия в музей старомодных авто из-за океана Раут 66. Напомним, что в первой части нашему вниманию предстали такие легенды, как Линкольн Премьер 56-го года, Уилли Джип Веган 52-го, Крайслер Ньюпорт 68-го, Форд Ранчьера 72-го, Меркьюри Куга 67-го, Додж Поляра того же 68-го и совершенно чумовой Плимут Фьюри 60-го. Пришло время заценить правую сторону дороги. Тарам! Ой, кто это делает? Это же Додж Пикап от 1946-го года, самый древний аппарат музея. Пикапы весьма любимы американскими автомобилистами, прежде всего за практичность. А компания Додж стала одной из первых, предложивших именно такие машины. Контрабандисты и всякие мафиози также уважали эту модель. Вот такой прекрасный Доджик. Офигенный Доджик. Он специально, видите, выкрашен в таких тонах суровых. А задний борт вообще деревянный. Мы тут пророкеров обычно задвигаем. А вот давайте сегодня и про кино немного скажем. Именно на машине марки Додж катался Курт Рассел в фильме «Оверборд» за бортом. Мувик вообще-то получился веселый такой. Про плотника и злую тетку, у которой было ЧСВ 80-го левела. Но он, по ходу пьесы, и показал, где крабы зимуют. Однако, вернемся к Доджу. Давайте посмотрим салон. Ну, простенько, очень простенько, конечно. Диван тоже весь продавлен, парни, уже. Здесь, видите, перешивали, потому что пассажиры елозят, как обычно. Только пассажиры елли. И он вам поработал. Ой, да. Здесь он, видимо, стекло какое-то прикрепили. Ну, что делать? Вот такие педальки у него. Такая, по-моему, прибора. Ну, а руль как на. Не знаю, как на. Ну, типа КАЗ-53 или что-то еще. Вот такой прекрасный Доджик. Он интересен, в частности, своим двигателем D5. Рядной шестеркой о 95 конях. Именно этот мотор впоследствии был взят за основу при проектировании двигателя ГАЗ-11, который ставился на культовейший ГАЗ-51. Сам Додж в конце 40-х стоил 925 долларов. AMC Matador. Двухдверное купе вроде как 1974-го. MCA – это компания American Motor Corporation. Тачка явно для золотой молодежи, прожигающей жизнь. Вся раскрашенная, как собака. Да еще с подсветкой асфальта. Жуть! Какие двери огроменные, посмотрите. Она просто здоровая и длинная, как пельмень. Видите? Вместе с тем, Matador засветился в фильме про маэстро Бонда, Джеймса Бонда. The Man with the Golden Gun – Человек с золотым пистолетом. На самом деле, тачка не очень привлекательна, как по нам. Впрочем, ее уважали поклонники спортивного вождения. В конце концов, такие Matador считаются в определенных кругах пони маскалкарами. А журнал Car & Driver назвал ее лучшим автомобилем 1974-го года. Интересно, что дизайном Салуна занимался в том числе Марк Данахию, знаменитый автогонщик тех лет. Моторы на этом чуде имели до 5 литров объема и 8 цилиндров в стоке. В общем, чумовой аппарат. А сейчас, друзья, самая зловещая машина музея – Мерхьюри Монклер 1960-го года. Понятно, что тут имеются прямые отсылки к американским ужастикам. Но в каком фильме снималась эта машина? На борту написано «Зомби Хант». Вероятно, в ссылочках к триллеру «Зомби Хантер», но машина там явно другая. Может, зритель назовет фильм, где этот аппарат засветился? Сам автомобиль изначально вполне дружелюбен и представляет собой полноразмерный седан, производимый подразделением Меркьюри компании Ford. Тем не менее, владельцы критиковали бричку за безудержный аппетит и довольно слабую эргономику Салуна. Наша версия сравнительно аскетична по сравнению с предыдущими. Вот, например, аппарат 1956-го года. Вот это роскошь! Вот это стайл! Вот он, салон. Салон протерт, просто трэш, как он протерт. И посмотрите, а? Само сидение. Вот внутри. Заднее сидение. Офигеть, какая дверь заднего. Посмотрите, друзья мои. Вот она, как открывается. Смотрите, как дверь. Оно здоровое, толстенное. Обалдеть. И вот оно, место в одни тене. Вот это панель контрольно-измерительных приборов. Видите, друзья? Это просто на стене. И вот такая музяка тоже. Вызывает интерес происхождение название Монт Кляр. Скорее всего, имеется в виду городок с таким же названием в штате Нью-Джерси. Дескать, там есть сборочные предприятия и все такое. Переходим к самой красивой, по нашему мнению, машине этой экспозиции. И это Mercury Park Lane 1964-го. Между прочим, флагман всей линейки Mercury тех лет. Хотя стоила трех с половиной тысяч долларов. Но за эти деньги клиент получал кучу опций. Одна из которых – убирающееся заднее стекло. Каково, а? Здесь, вот видите, здесь был тоже хром стоял. А здесь, видите, его уже оторвали. К сожалению. Двери такие. Смотри, какая огромная дверь. Ты видишь? Братишка, смотри. Карта двери такая. И вот салон. Мир роскоши и комфорта. Применительно к кино, этот автомобиль стал настоящим символом криминального сериала «Гавайи». Отдел 5.0. Машина для стильных мужчин. Так позиционировался он в рекламе. На самом деле, тачка пришлась по вкусу и не очень стильным клиентам. Особенно в Лас-Вегасе, столице игрового бизнеса. Завершает буйство красок Hudson Hornet по мотивам мультфильма «Тачки». Впрочем, кому как, конечно, мы не поклонники этого фильма. И сама машина, разукрашенная в мультяшном стиле, не вызывает энтузиазма. Возможно, интереснее смотрелся бы аутентичный автомобиль того же 1953 года, чем вот такой арт. Тем более, в тачках было двухдверное купе, а не эта баржа. Спортивный так же, как ХП-1М в роли скоростного электровоза. Вот, джентльмены, такой, понимаешь, ролик получился. Мы тут подумали, а давайте выберем фаворита. Какая машина вам понравилась больше всего? Напишите хоть в комментах, прям не знаю. А в следующем ролике подведем итоги. Спасибо большое, что досмотрели до этого места. Ставьте лайки или дизы. Не забудьте проверить подписку на канал. Еще раз всем спасибо, всем удачи и... До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok